Привет, страна! Это, наверное, мой последний видос! Прости, мама, папа, я реалку плиту! И двое сюда приехали специально для встречи с вами. Давайте начнем. Что вам интересно? Путешествие по всей стране, из Москвы в Владивосток, это была идея, которой два с половиной года сделать как раз через всю страну, чтобы проехали персонажи из двух разных галактик. Один простой парень и американская звезда. То есть это идея два с половиной года. У меня все в моей жизни было связано с железной дорогой. Я родился в железнодорожном районе, учился в железнодорожной гимназии, закончил университет путей сообщения. Папа, мама, бабушки, дедушки, все работали на железной дороге. Поэтому, надеюсь, после этого фильма проклятие РЖД спадет с семьи. Надеюсь, мы все, что можно, уже отдали. Потому что, ну, как мне предполагал, мы и какие-то, видимо, бред. И то ли на ногу, или царю. О, алло, алло, раз. В общем, ну, конечно, на постере мы видим электровоз. Но, чтобы не создалось двойственное впечатление, не все путешествие проходит именно в поезде. Там будет и самолет, и, ну, все виды передвижения. Добрый день, меня зовут Анатолёна, телеканал «Напитам». И вопрос у меня такой. Сегодня мы обсуждали жизненные истории в вашей ленте. И я знаю, а наш казахстанский актер, да у этого Декапара, сыграл роль одного мужика в деревне. Вот и у него было много детей. Ну, это автобиографический поступок. Везде, где он появляется, он остановится один. Если мы знаем, как он выглядит, то просто понятно, что в конце он останется, он один, и возьмет то, что ему нужно. Так вот, у меня такой вопрос. Собственно, вам, насколько это близка эта история, как у такого мужчины, ну, пусть не одного на деревне, а одного на всей стране. На всей стране. Она мне вообще не близка. Слава Богу. А как она мне может быть близка? Ну, я не знаю. Были бы у меня такие случаи. Да, да, да. Вы приезжаете в город и остаетесь в нем одним, и двадцать восемь тысяч женщин? Что вы? Все, хотя бы. Вам нужно, чтобы я сказал заголовок какой-нибудь, а то ж не газете. Давайте пофантазируем. Ну, так не знаю. Это просьба на вечер или что? Давайте пофантазируем вместе. Алёна, там уже все. Раз, раз. Оставьте телефон, подумаем уже. Александра вот не женатый. Может, пофантазировать. Ну, у вас как бы все? Да, все хорошо. Все хорошо было? Было здорово. Раз, раз. То есть это как-то вот... Ну ладно, можно так? Тантатрически произошло сейчас, да? Спасибо, все было здорово. Фу. Все, и пошла Ана. Села с края и закурила. Несколько слов о работе вы с нашим казахстанским актером. Каков? Как это было? Расскажите, если можно... Да, ну высокий, здоровый мужик. В халате на фоне моря. Работа была отличная. Там была просто правильная задача поставлена. И там с первого и со второго дубля мы сняли. Там задача... Ну, понятно, что он там небольшая совершенно. Он окруженный большим количеством своих детей. И стоит, и машет в камеру. Но как он это сделал? Знаешь только ты. Ты можешь представить. Меня зовут Альбина, курсивки Z. У меня вопрос такой. Вы работали с Майклом на площадке. У него была такая методика. Полностью вжиться в роли. И на этой почве у вас были конфликты. С Майклом это какие-то очень странные вещи происходили. То есть сначала было все тихо, мирно. Но за день до съемок он предупредил, что он вживается в роль полностью. И с завтрашнего дня он будет меня ненавидеть. Я сначала в это не поверил. Думал, ну да, человек там предупредил. Может какие-то у нас будут там совместные фразочки. Все. А это переросло в реальный конфликт на площадке. Нас растаскивали и закрывали в грим-вагоны. И просто происходил какой-то космос какой-то. А потом в один очень ответственный и самый дорогой для съемок день там в Рицкартене напротив Кремля. Он не шел полдня в кадр. А я был в это время в аэропорту. А он сидел с вискарем в номере, плакал и говорил, что когда же он сдохнет. И почему почему выбрала почему главная героиня выбрала его, а не меня. Я крутой. Он чмо. Вот. И мы не знали, что делать с режиссером. Игорь говорит, давай что-то придумаем. Я побежал в туалет в Шереметьево и сделал фотографию, лежа на полу с кетчупом на шее. Вот. Он показал фотографию Майкла. Он сказал, it's dead. Его это устроило. И через две минуты он был в кадре. Вот то, что происходило. Это абсолютно реальная история. И у нас каждый день был трэш вообще. То есть, что касается Майкла, в следующий день начались съемки четыре дня с живым тигром, скорая помощь и прокусывание руки моей. То есть, это у нас каждый день прям ух. Но, друзья, у кого какие еще? У меня еще один вопрос. Просьбы с фантазиями. С кем все-таки интереснее работать? С тиграми или с людьми? Ничего себе. С кем интереснее? Ну, там как бы работать с тигром не определяется словом интересно. Там как бы другие чувства вообще. Они больше на физиологическом уровне. Но когда тигр на тебе, его морда прямо напротив твоей, то есть, ну, это, конечно же, очень интересно в этот момент. А что же будет дальше? Вот. Ну, понятно, что работать с людьми привычнее, но работать с тиграми опаснее. Поэтому я выбираю людей. Ну, не знаю, что. Увидите, я ерунду говорю, люди смеются. По-моему, элементарно все. А фильм снять вообще? Мы фильм за шесть дней сняли на Nokia. Это вообще расплюнуть. Не то, что менеджером. Ну, я не знаю, я, мне кажется, ответил на ваш вопрос. Просто он, как бы, вопрос, он сразу же с ответом был. В жизни нет ничего простого. Нет ни одной простой профессии. Ее просто не существует. Если человек пытается серьезно относиться к своему делу, значит, ему будет сложно. Сейчас я очень хочу заниматься развлекательным кино. Но это не значит, что это будет совершенно как бы узконаправленное, какие-то, не знаю, тупые ржаки. Все-таки будут люди говорить, что это кино. Но оно развлекает. Что касается там сценарного опыта, то есть я сценаристом работал несколько лет. На первом канале, на ТНТ. То есть у меня не было ни одного от начала до конца полного метра. В этом есть и новое. Что касается Игоря, мы можем сказать, что в этом и был замысел создать что-то новое. Не пойти по обычным рельсам фильмов, которые каждый месяц выходят в наш прокат. Вот просто, когда мы тупо с первого мгновения... Перчинку такую. Ну, помимо перчинки, говорю, то есть хочется, чтобы люди в кино удивлялись. Это чувство просто не приходит в наших кинотеатрах. Удивление во время фильма. Я надеюсь, при просмотре сегодня кино несколько раз мы вас удивим. В этом есть и смысл соединения Игоря Волошина, который свой взгляд на жизнь и мой какой-то опыт работы с большим количеством зрителей. А вы журналист? Да, связь с реальностью. Ну, я просто мало ли. Может, человек пришел, просто не выинтересовался. Значит, еще раз. Можно подробнее вопрос? Как? Вопрос звучит таким образом. Есть ли в фильме такие истории или, может быть, какие-то события, которые были связаны с реальными событиями либо в Афри, либо в Афри. Рима состоит из реальных событий вообще. То есть первое появление проводницы Энгиборги Добкунайте. У нее есть прототип жизни. И эта женщина живет в Екатеринбурге. Она так поступала, она так живет, ее за это и уволили. Те же вахтовики, которые у нас есть в поезде, едут, это люди на вахту, едут на 4-месячный тяжелый труд. То, что они говорят, про то, что мы будем сосать нефть всю свою жизнь, это фразы абсолютно из реальной жизни, записаны в блокнот. Как Вы считаете, чему он учит Ваш спирт? Есть ли какая-то вот такая посылка? Ну, посыл такой, от начала до конца рейтмотивом является поиск русской души. И есть фразы и идеи по этому поводу и в плацкартном вагоне, есть людей на перроне, в других городах, в деревне. И от начала до конца есть просто некое размышление на эту тему. Хотел бы настроить зрителя, который не смотрел кино, это не в чистом виде комедия, это попытка создать новое развлекательное кино, где будут элементы комедии, где будут элементы мелодрамы, фэнтези, приключений. То есть вот просто фильм, за которым смотреть интересно и после окончания которого будет какой-то послевкусие. Скорый Москва, Россия!